Несмотря на то, что Бог часто бывает неуслышанным, Он продолжает говорить. Он говорил всегда. Бог – это говорящий Бог, в Которого мы верим. И если неуслышан Он кем-то, то проблема и беда не у Бога, а у глухих людей, чьи сердца, чьи мысли заняты другим. Люди с пробками или люди спящие или люди упрямые Бога слушать не хотят. К великому сожалению, наступит время, когда ее не услышат. Все услышат Бога. Просто многие услышат Его поздно. Или услышат не то, что хотели бы услышать. Потому сегодня, сейчас, когда Божья благодать и милость Его продолжает звучать, дай Бог, чтобы мы ее слышали. Может быть, не столько многоговорящих проповедников, сколько услышать среди всего этого множества чистое Божье Слово, которое совершит очищающие действия. Интересно, в той главе, которую читал Саша, в Луки, в 8 главе, да? В 8 главе. Так вот, следующий стих звучит так. «А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавшие Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Есть люди, которые не слышат Бога, не хотят, упрямо, закрывают свое сердце в меру своей кажущейся занятости, озабоченности, увлеченности. Есть люди, которые слышат. И те, и другие имеют право выбрать. И те, и другие что-то выбирают. Трудно поставить знак равенства или неравенства между людьми сейчас, когда мы не знаем, что происходит в этом сердце. Но это знает каждый человек. Наступит время, когда мы увидим великую разницу, когда каждый человек увидит великую разницу между теми, кто слышали Бога, между теми, кто Его не слышали, между теми, кто признавали Его славу, и принимали Его благодать, и между теми, кто Ее отказывались. И разница, в принципе, в жизни наступает даже для человека наблюдательного очень скоро и очень заметно. Люди духовные очень имеют хорошую такую способность, дар отличать или различать людей, которые слышат Бога, и людей, которые Его не слышат. И очень часто это выражается, просто вы можете заметить, тоже в том, как разговаривают люди, чем наполнены их уста, о чем говорят люди, о чем говорим мы, поэтому могут определить нас, чем наполнено наше сердце. Следовательно, из этого можно определить, слышим или слушаем ли мы Бога и понимаем ли Его. Очень интересная мысль, я вот старался проследить за Богданом в такой теме вот бесстрашной любви или неоправданных страхах, я даже не знаю, как правильно определить, может быть, и то, и другое имеет значение, но я думаю, что действительно страх – это плохо, ну, такая как фобия, бояться чего-то категорически всего, но и подумал, что без страха тоже нельзя, ведь не напрасно Слово Божие говорит, что начало мудрости – Божий страх. И страх оберегает нас от многих неправильных шагов, поступков, действий, и страх – это то качество, которое предусмотрено Богом, чтобы оно было в нашей жизни. Просто когда речь идет о любви, о любви, то тогда страх теряет свою силу, потому что любовь превозмогает, она перерастает, она доверяет, она всему верит, она всего надеется, она не чувствует опасности, настоящая любовь. Тем более, когда речь идет о любви святой, о любви божественной, о любви к Богу, о любви к святым Его, о любви святых людей, безусловно, страх имеет место в нашей жизни, но не такое большое, и не такое запрещающее. Мне понравился один рассказ, один проповедник рассказывал, что когда-то на работе, где он работал в какой-то электрогенерирующей компании, на работу была принята одна женщина, техничка, она пыль убирала, протирала. Ну, естественно, как у всех приличных компаниях, она прошла такой инструктаж по безопасности, особенно в такой компании, она расписалась, и пошла убирать, взяла необходимый инвентарь, и ходила, протирала, 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 везде протерла, все чисто, а потом смотрит, за одной заградкой, так пыль немножко лежит, а там такие большие шины, где многотысячные напряжения проходят, они отмечены там зеленым, красным, еще каким-то, ну, и она подумала, она не знала, что там такое происходит, она выжила тряпку, положила на швабру, и хотела стирать оттуда. Вовремя заметил проходящий там специалист, отдернул ее. С этого дня эта техничка в этой компании не работала. она не имела страха перед высоким напряжением. В духовной жизни, безусловно, страхи тоже имеют очень важную роль, они оберегают и охраняют нас от многого. Но когда вырастает любовь, которую дает Бог, любовь Божья в нашем сердце, страхов, безусловно, становится намного и намного меньше. Почему? Потому что мы доверяем Богу. Мы Его любим, мы Его слышим, мы Его начинаем понимать, мы Его познаем в процессе нашего доверия Ему, мы испытываем Его благодать в нашей жизни, она руководит и направляет нами, и многие фобии, которые были до определенного времени, они со временем уходят, они отстают. Я хотел бы прочитать сегодня текст, который, знаете вы очень хорошо, и это текст из одной из моих любимых глав в послании к кремлинам, 8 глава. Я попрошу показать этот отревок, он будет большой отревок, к римлянам, 8 глава, с 24 стиха по 32. Римлянам, 8 глава, с 24 стиха. Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающийся из сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на этом? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, напредал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» До этого места. Итак, начиная этот отрывок, Павел говорит о надежде, об оправданной надежде. Надежда, которая в конечном счете получает результат, видимый результат, ощутимый. И за нее, за эту надежду, надо ухватиться людям, верующим, доверяющим Богу. К сожалению, наша надежда в земной жизни не всегда оправдывается. Она знает жизнь наша, знает много случаев, когда мы на что-то надеялись, или на кого-то надеялись, и нас это подвело, не оправдало нашей надежды. Люди не оправдывают наших надежд, и часто даже без умысла. Просто вот такие они люди, без плохих умыслов, но надежды не оправдались. Политики не оправдывают всегда надежды. Экономика не оправдывает наших надежд. Иногда подводит наша память. Иногда подводит здоровье. Иногда машина подводит, на которую мы тоже надеялись. Заплатили, вложили, а она подвела в самый неподходящий момент. Такое тоже бывает. И все это имеет место быть в жизни. Мы с этим встречаемся, мы это знаем. И опыт, на который мы тоже часто надеемся, не всегда может оправдать нас, наше доверие Ему. Библия говорит, что во всех случаях, во всех этих случаях, когда мы надеемся на кого-то или на что-то больше, чем на Бога, мы можем быть посрамлены, обмануты или разочарованы. Есть надежда, есть твердое основание, которое оправдано, которое подтверждено опытом, которое представлено священным писанием, о котором Дух Святой напоминает и учит, чтобы надежду нашу мы правильно ориентировали. Кстати, вот когда Павел пишет, описывает прекрасную любовь в 13 главе послания Коринфянам, то в конце он заканчивает эту главу словами. А теперь прибудут все вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Интересное определение, когда мы говорим о вере, безусловно, вера, она открывает перед нами, вера открывает перед нами то, что заделал Бог для нас в Иисусе Христе. Бог подарил нам спасение, Бог подарил нам право называться и быть детьми Божьими, Бог открыл перед нами вечную перспективу, и это уже совершено. Но во Христе все это открыто и подарено, и мы только верою это принимаем. Вера – это способность воспринять то, что уже сделано. Любовь, она распространяется на нашу повседневную жизнь, к людям и к Богу. Мы в ней должны жить, и живем, и мы в ней развиваемся. Надежда простирает нас в будущее, вперед. Надежда всегда показывает какую-то перспективу. Надежда ведет нас дальше, чем сегодня. И когда мы говорим о надежде, очень важно, чтобы надежда наша была оправданной. Я прочитаю несколько текстов, которые мне показались очень важными. Псалтир, 124 Псалом, 1 стих. «Надеющийся на Господа, как гора Сион». Ну, Давид, может быть, не знал других гор, побольше, но он знал Сион. Твердая, прочная, рядом, и тот, кто надеется на нее, на Господа, он действительно вот такой незыбленный, не подвигнется, пребудет всегда. Ему казалось, что Сион – это место, которое никогда никуда не сдвинется. Во всяком случае, он так понимал. И он считал, и он утверждает, что тот, кто на Господа надеется, вот такой же твердый и незыбленный, как эта гора. Далее он говорит, вот 26 глава, Псалтир, 14 стих. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа». Кстати, 24 и 26 Псалом, на мой взгляд, это такие песни надежды. Вот, прочитайте дома, пожалуйста, сегодня, это совсем небольшие отрывки, 24 и 26 Псалом, Псалом, и вы почувствуете, насколько основательное отношение у Давида было к упованию на своего Господа. Насколько он чувствовал себя уверенно, когда он доверял ему свою жизнь, когда он все свои планы, все свои мысли, все свои переживания во всех обстоятельствах жизни, он на Господа полагался. У него было много врагов и среди чужих, и среди близких. У него было много трудностей в своем следовании за Богом. Он был такой человек чистой души, чистого сердца, он принимал Божье Слово, он доверял Ему, он, кажется, был бесстрашным вообще человеком. Не потому, что он любил, но он как-то был воспитан так, мужественно, самим Богом, и был призван на это великое служение быть царем, быть пророком, быть псалмопевцем. И при этом всем он говорил, что мое упование на Господа. Я не боюсь не потому, что я смелый и сильный, не потому, что я льва догонял, не потому, что медведя там умерщвлял, и овцу вынимал оттуда, не потому, что я убежал от Саула, или победил Голиафа, не потому, что мне пели, что Давид побеждает десятки тысяч. Нет, я не боюсь, потому, что я на Господа возложил свою надежду. И он говорит, что надейтесь на Бога, уповайте, и вы ощутите в жизни свои прекрасные результаты. На тебя, надеюсь, я всякий день. Заканчивается 24 глава. А теперь я хочу возвращаться к нашему тексту, который мы прочитали. Итак, Павел говорит, мы спасены в надежде. 24 стих. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеяться? То есть, это та часть нашего устремления, которая где-то впереди. Это, можно сказать, слепая надежда, и невидимая надежда. Она где-то далеко. Она перед нами. Мы к ней стремимся. Мы ее не видим, но мы испытываем ее присутствие, и мы идем за ней. И такую надежду, правильную надежду в жизни дает Господь. Двадцать пятый стих. говорит о том, что если мы надеемся на Господа и возлагаем на Него упование наше, очень часто это требует определенного терпения. И это терпение должно иметь совершенное действие. Вот это очень важное качество в христианской жизни, духовной жизни, в людей, имеющих живую, оправданную надежду быть людьми терпеливыми. Я не знаю, как вы, но в моей жизни неоднократно я убеждался, что я проигрываю тогда, когда не могу дождаться. Я проигрываю тогда, когда хочу сделать раньше, чем это приготовил Бог. Я хочу сделать это сам, по-своему, надеясь на свой опыт. И потом имею неудачи. Правда, во многих случаях хранил Бог, миловал Бог, просто показывал, что не надо самостоятельно идти, пока ты не понял, что решение это принято там, наверху. Может быть, для вас покажется это несколько таким размышлением мистическим. На самом деле, это все очень просто. Очень просто. Когда-то я чувствовал, что нам надо поменять жилье. Мы нуждались в жилье, мы арендовали его. И я подумал, что настало время, сцены растут, растут. Надо, наконец-то, решить жилищный вопрос. Мы молились долго, мы переживали, мы подумали, что мы можем что-то продать, от чего-то освободиться, немножко собрать, немножко занять у друзей. Конечно, не в банке. Я когда-то говорил, что с банками мы не играем, поэтому, пожалуйста, советую вам с кредитами быть очень и очень осторожными, потому что многие люди лишились мира, спокойствия, а некоторые даже жизни, из-за того, что играли в эту рулетку. Так вот, я решил с банками не играть, но поработал с друзьями, у которых, как я думал, есть деньги, ну, небольшие, но мне понемножку каждый, если бы вот помог на время, занять, занять я имею в виду, в долг, то мы решили в эти вопросы. Я уже заключил контракт с компанией, которая уступки сделала очень хорошие, квартиру подобрали хорошую. И уже со всеми почти договорились, большая часть из них уже принесли нам деньги на мой. Они нас знали, они верили, и некоторые с уважением сказали, конечно, если надо, еще поможем, но я не хотел со всех много брать, я со всех понемножку, чтобы легче было отдавать. И вот, почти последний, на которого я очень надеялся, и в котором был уверен, что у него есть такая возможность, сказал Михаил Николаевич, извини, но мы не можем этого сделать. И все планы наши рухнули. Я, конечно, немножко обиделся, даже всплакнул, потому что взрослый же человек и серьезно подходил, и молился долго. А он отказал. И в течение двух недель все долги, которые я занял, я раздавал их. Ездил и раздавал. Они, конечно, очень удивлялись. Я сказал, вопрос решен. Больше деньги не нужны. Они подумали, что я где-то, наверное, нашел лучшего спонсора. Когда я раздал все эти деньги, поплакал немножко и поехал дальше на работу. Ровно через месяц или через два в стране начался кризис. И та квартира, которую мы хотели купить за определенную сумму, упала на 50% цена. Вы представляете, какую бы я сделал глупость? Взрослый человек, верующий человек, иногда даже проповедующий, учащий других, не дождался. Вы себе не представляете, как я плакал потом. Я так молился и благодарил Бога, что Он сохранил. Но Бог же научил меня терпению и сказал, дорогой, это маленький урок. Ты обошелся небольшими синяками, но если будешь и впредь упрянствовать, будет дело серьезное обстояние. Это мой жизненный пример. Я поэтому хочу подсказать тем, кто еще не был в такой ситуации, может, хочет не оказаться, особенно молодежь, учитесь стариков, не делайте глупых поступков. Доверяйте Богу, рассчитывайте на то, что вы можете, возлагайте на Него надежду свою и ждите. Вот терпение должно иметь совершенное, то есть законченное действие. Терпение должно довести до того момента, когда все будет завершено, и тогда вы ощутите красоту, результат, ценность и привлекательность этого прекрасного духовного качества. Давайте пойдем дальше. Конечно, трудно нам терпеть самим, и верить Богу трудно, и надеяться на Него трудно, и Господь-то знал, каким путем Он нас будет проводить. И Он приготовил давно, заранее, заранее нам лучшего помощника, утешителя, защитника, консультанта, обличителя, третью личность Божественной Троицы. Он сказал, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем даже о чем молиться и как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями невзлеченными. Друзья, это очень важное служение, и я думаю, что вот в нашем повседневном или последовательном хождении за Господом мы понимаем, как важна роль этого служения в нашей жизни. Без него мы еще больше наделали бы ошибок. Мы и так их много делаем, но вот когда мы не слушаемся, когда мы не доверяем, когда мы не слышим, как Он работает и говорит с нами, мы, безусловно, очень погрешаем перед истиной, перед жизнью, перед любящим Отцом, перед Его вечной любовью, и просто в своей самоправедности мы наделаем очень много плохих ошибок. И потому дальше 27-й текст. Безусловно, Небесный Отец знает вот это великое служение Святого Духа. Он этого и послал. Он послал, и Он знает, что делает Святой Дух. Все находится под контролем. Все подотчетны Отцу Небесному в том, что делают и Сын Его Иисус Христос и Святой Дух. Потому что Сам Дух ходатайствует за нас по воле Божией. То есть Он делает ту работу, которую хочет сделать Сам Бог в нашей жизни. Он другого не делает. Он не делает что-то от Себя. Даже Христос говорит, что когда придет Дух Святой, Он напомнит во все, что говорил Я вам, а Я вам говорю то, что слышал у Отца. То есть вся истина, которая приходит к нам и рождает и укрепляет нашу веру, это истина от божественной любви, любви нашего Небесного Отца. Мы наполняемся ею. Мы через познание его пропитываемся ею. Мы доверяемся ей. Поэтому, безусловно, и страхи тогда уходят, и надежда оправдывается. И более того, мы не просто знаем, что Дух Святой ходатайствует за нас. Мы не просто знаем, что Отец Небесный знает, как служить Святой Дух. Мы тоже что-то знаем в своей жизни. И вот здесь Павел говорит, и этот текст мне очень нравится. Это самый лучший текст для меня из всего этого послания. Он говорит, что мы также знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Далее он говорит, мы знаем, что Он определил для нас, то есть Бог определил для нас быть подобными Сыну Его. И для этого мы знаем также, что для этого Он призвал, оправдал и прославил нас, иначе быть не может. нельзя, чтобы просто взять человека с улицы и сделать его подобным Божьему Сыну. Надо, чтобы этот человек прочувствовал, ощутил Божественную любовь, его призвание, его признание, его освящение и наполнялся его присутствием в своей жизни. И тогда мы становимся подобными образу Сына Его. не потому, что Он взял просто переодел нас, переоблачил, переродил по своему усмотрению и все, мы уже стали святые. Это процесс. И этот процесс часто длится годами, потому, что у нас есть очень много нашего человеческого непослушания. Мы не всегда сразу доверяем Богу, хотя знаем, что это говорит Бог. Когда мы верим, что это от Него истина, мы хотим немножко попробовать сами. Вот я помню в молодости, когда еще совсем юным был, я знал, что надо покаяться. Ну, перед Богом надо покаяться в церкви или дома. И я как-то вот думал, хорошо тем людям, которые выросли в неверующих семьях, они придут в церковь, покаются, и они расскажут все, что они натворили, есть им чем каяться. А мне в чем каяться? Я вырос в христианской семье, я каждое воскресенье и в другие дни в церкви, в воскресной школе, со школы меня выгоняли, потому что я был штунда, и кажется, я так вырос, за что меня, в чем мне каяться вообще? И у меня было такое чувство ощущения, что мне либо обманывать надо и каяться, либо надо пойти немножко нагрешить, чтобы было в чем покаяться. И даже иногда вот эта вторая часть мне больше нравилась. Я думал, что если я немножко погрешу, тогда, во-первых, я буду знать, в чем надо каяться, а во-вторых, я все-таки попробую той жизни, потому что если я сейчас покаюсь, тогда я уже не попробую той жизни. Понимаете логику, да? Ну, такая очень правильная юношеская логика. и эта двойственность какое-то определенное время меня смущала. Я не знаю, может, у вас тоже это бывает, да? Бывает, я знаю, что бывает, да, Саша? Вот иногда чувство такое, что надо попробовать того, чтобы потом увидеть разницу с этим. Конечно, это большой риск. Большой риск ходить по карнизам, переходить с дома на дом, кататься на крыше, но еще больший риск и еще большая опасность заигрывать с грехом. Пробовать то, в чем ты точно знаешь, что ты будешь преступником. Может быть, Бог даст покаяние, может быть, Бог даст возможность возвратиться назад, а если произойдет что-то другое? Я помню, даже, когда-то мы в кино заходили, тогда нельзя было, Евгений Захарович, да? И сейчас тоже нельзя. Но сейчас не так. Так вот, я помню, мы сговорились как-то с друзьями нашими, с братьями, верующими, они все сейчас присвитеры, а вот тогда мы были вот такие вот шалобливые, и помню, там на греческой такой кинотеатр подошли, стали в очередь, один стал в очередь, а второй стоял, чтобы никто не шел из наших. И тот, кто стоял в очереди, отвернулся, ну, чтобы его не видели. Ну, а тот второй взял и пошутил, говорит, Василий Ефимович идет. Как мы оттуда рвали? Но это еще полбеды. А вот мы были научены, что когда мы будем в кино находиться, и придет Господь, Он туда не зайдет. Ну, такой детский какой-то страх был. Может быть, действительно, из кинотеатра Бог не забирает, я не знаю, но какой-то такой вот страх был, кажется, немножко неоправданный. Собственно, не этого надо было бояться. Более того, когда в армию меня забрали, я уже взрослый был, было лет 20, и помню, нас обязали всех зайти в кинотеатр, и мне нельзя было не заходить, потому что на гаупфахту посадят. Я зашел, но я закрыл глаза. И я думал, что таким образом я стал лучше. Наивный был. Но, может быть, может быть, это уберегало от многих. Ну, так мы были научены тогда. Тогда интернета не было, не было с кем посоветоваться. Ватсап не работал тогда. И мы вот как слышали, как понимали, так и жили тогда. И думаю, что во многом мы были сохранены именно действием Божьей благодати, которая учила нас через Слово Божье. И Дух Святой напоминал нам об этом. Так вот, Бог, 30 стих, я хочу еще развернуться. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Это вообще удивительная последовательность, которую здесь Павел изложил. И этот текст стоит отдельной проповеди, отдельных размышлений. Насколько проницательно действует Божья милость и Божья благодать. И она безошибочно работает. Безошибочно. И не всегда те, кто присутствует в храмах, однозначно можно сказать, что они святые люди. И не всегда те, кто не в храме сейчас, а в других местах, мы имеем право или основание их осуждать или говорить, что они погибшие. Также можно говорить о конфессиях, можно говорить о вероучениях, можно говорить о дарованиях, которые мы имеем, потому что он действует, Бог действует совершенно по другому принципу. И вот этот текст, он очень и очень интересно характеризует отношение Бога и поиск Богом людей, которых он оправдает, оправдывает и прославляет. Еще у посланника Ефесина, в первой главе есть тоже очень созвучный текст, я хочу его прочитать. «В нем и мы сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению его совершающего все по изволению воли своей». А я прошу показать послание Ефесиным, первая глава, одиннадцатый стих. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Вот есть такая у Бога воля, есть такое желание, есть такое сердце, есть такая благодать определить нас и предназначить к тому, чтобы сделать нас Его наследниками. Не потому, что мы покаялись в наших грехах, не потому, что мы больше не грешим, если у кого-то это получается, не потому, что мы стали членами церкви и даже и приняли крещение, но потому, что во Христе Бог определил нам, признавшим в Нем Спасителя своего, Бог определил таким людям быть наследниками, Его наследниками. И вот 32-й текст, который уже вспоминал Богдан, я хочу еще раз процитировать его. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Я просто могу сказать, друзья, надежда на Господа – это оправданная надежда. Что бы ни случалось в нашей жизни, в вашей жизни, на пути веры, какие бы обстоятельства ни смущали или ни сбивали вас, или ни противодействовали вам, есть упование на Бога, есть надежда на Господа, который делает нас сильными, как гору Сион, который делает нас незыблемыми и устойчивыми в доверии Богу. Более того, Он не просто призывает нас, Он не просто спасает, Он не просто оправдывает, Он даже не просто прославляет, Он делает нас подобными своему Сыну. Это высота, это величие, это слава, которую представить мы не можем до конца. Но каждый раз, когда я перечитываю этот текст или другие аналогичные, я все больше восхищаюсь тем провидением, которое Бог определил для нас. Чтобы мы достигали Его, познавали Его красоту, Его величие, Его любовь, Его могущество, Его, наконец, славу, потому что Он сам превозносит нас до этой славы в Сыне Своем, Иисусе Христе. Это действительно надежда оправданная. Люди могут подвести, здоровье подведет, политики обманут, машина поломается, бизнес накроется, пенсию могут не поднять, а тарифы поднимут, это точно. Что-то будет нас смущать в этой жизни, что-то будет нас не устраивать. Но, друзья, нам же не вечно здесь жить. Ну, не вечно жить здесь. И слава Богу, что не вечно. Я когда-то говорил, что очень хочется жить 120 лет, теперь думаю, что напрасно я так хотел, потому что чем больше живем, тем больше понимаем, что приходят трудности. Может быть, лучше, когда раньше, или когда вовремя. Но не это главное. Главное в другом. Надежда наша не в этой жизни. Мы же признаны не для того, чтобы вечно здесь жить. Наша надежда – это жизнь с Господом на небесах. Библия очень мало говорит о том, чем мы будем заниматься на небе. Мало говорит, что там будет нас занимать, чем мы будем заняты. Библия мало открывает того, какие перспективы там на небе ждут верных Его детей. Но Библия точно говорит, что там будет Божий Сын во славе Своей. И Бог дает право Его Сыну, Второй Личности Божества, принять нас, привести нас в Божью славу. Он пришел в этот мир не только для того, чтобы взять на себя наши грехи. Он пришел в этот мир для того, чтобы привести нас к Богу. Чтобы научить нас понимать Его и Его любовь. Чтобы научить нас жить по правилам святой, божественной, небесной жизни. Потому что впереди вся вечность. И пусть эта надежда на любящего Господа, который открывает перед нами такую перспективу, укрепляет нас в этой жизни. Чтобы никто и ничто не смущали нас и не сбывали с этого курса. Тогда я попрошу вас прочитать дома то, что я говорил. Двадцать шестой и двадцать четвертый псалом. Запишите, пожалуйста, двадцать четвертый и двадцать шестой псалом. И также восьмую главу послания к римлянам. И еще одна очень хорошая глава, особенно для молодежи. Молодежь, вы можете не читать восьмую главу римлянам, но прочитайте третью главу притч. Вот прочитайте ее. Это наставление для молодежи. Это супер. Мы уже дома перечитываем эту главу. И кажется, она каждый день вроде бы по-новому написана. Вот если мы примем это слово как слово от Бога, это как напоминание для того, чтобы надежда славы Божьей утверждалась в нас. Чтобы она укрепляла нас в этой жизни. Чтобы она вела нас по этой жизни. И мы увидим, что это надежда, которая не подведет. Или, проще говоря, это будет наша оправданная надежда. Аминь. Помолимся. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами. Благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.